Привет, друзья! Ну что, попробуем открыть сезон. Погода сегодня, конечно, не очень хорошая. Даже как-то не верится, что с утра светило очень солнышко, но потом немножко поменялось. Попробую здесь, не далеко от города по такому полю походить. Туда схожу, туда схожу, ну и туда, под самый конец деревни. Ну и посмотрим, подфартит мне сегодня или нет. Так что держим за меня кулаки. У меня первая находка в этом году. Ура! Это что у нас? Просто обычная пуговица. Да, вначале обрадовался, думал, что какая-то орлянка, но я так понял, что она обычная. Хотя может там что-то просматривается. Давайте сейчас ее почищу, посмотрим, гладкая она или что-то на ней какой-то есть рисунок. Орел все-таки есть. Есть орел, но интересно, так ушко крепилось, что она при штамповке, видите, аж с этой стороны, с лицевой, где орел почему-то ее аж пробило. Непонятно. Ну вот первая находочка сегодня и вообще в этом сезоне. Будем надеяться, что она фартовая. Вот такая пуговица, скорее всего, времен Николая II. Ну вот такая вот находка первая. Ну что ищем дальше. А вот и первая монетка. Советы. Три копейки 54 года. Вот. И сигналило хорошо. Так. Ветер, конечно, поднялся, но может туча разгонит. До этого находил один утертый буратос, и вот поздний совет еще один выскочил сегодня у меня. Пока что как-то так. Не очень жирно. Очередная пуговица. На этот раз польская. С ушком. Ушка есть. Это хорошо. Ну вот такая. Сохран такой неплохой. В принципе. Целенькая. Так, ну что, пойдет. А я потихоньку двигаюсь. Сейчас вам покажу, куда. Короче, вон моя машина. Видите, как я далеко уже отдалился. Вот машина. А я хочу проверить вот этот холм. И, наверное, пойду. Пойду. Вон наш. Еще вот тот холмик. Вот этот холмик тоже проверю. Вот видите, белый. Ну и, в общем-то, если нигде здесь не зацеплюсь, то надо будет ехать куда-то дальше. Опа. Рядышком с той пугой еще одна лежала. Вот. Видите, у меня уже их две. Та-да-да. Так можно и комплект для реконструкции насобирать. Вот. Сейчас покружусь вот здесь. Потому что вот один сигнал. А вон, видите, второй. Вот. И тут вот две пуги на этом участке. Может, кто-то что-то сбрасывал или потерял. Может, тут какой-нибудь мундир в земле лежал, да перегнил. Одни пуги остались. Но пока что как-то так. Видите, видите, желтеет. Еще один монитосик. Та-да-да-да. Что за ум? Блин. Дружка. Но она такая какая-то выпуклая. Что за год? Я сейчас не рассмотрю, наверное. В общем, вот такая вот монеточка очередная в копилку нашего советики. Еще одна монета. Я думаю, это поздный советик. Поздний, да. Рамочник, 45-го года. Вот. Такая вот монетка. Ну, вот видите, поближе к деревне копаю. И, наверное, люди, что теряли, то я и нахожу. Очередная находка. Скорее всего, пуговица. Смотрим. О, на этот раз гансовская. В пупорышечку. Вот такая пуговая. Сегодня у меня какой-то день. В основном по пуговицам, я так заметил. Монет мало, а пуговиц уже, как бы, в количестве. Ну, вот такая вот. Не знаю, какая она. Скорее всего, тоже идет цинковая. Ну, вот как мог его почистил. Ну, скорее всего, по девятнашке. Но все равно, очень приятная находочка. Красивый. Вот. И пополнит мою коллекцию. Для интерьера это вообще красота. Поставить на полочку вещь. Здорово. Давно. Я так давно их не находил. Или битые, или колотые. Или вот эти бубенцы в основном не попадались. Но чтобы колокольчик, это... Вот, наверное, который я последний раз находил, у меня дома он и стоит. А этот будет уже... Младший брат его. Опа, вещь. В копилочку. Та-да-да-да. Класс. Может еще что-нибудь выскочит. Хорошее. А так вот, колокольчик. Зын-зын-зын. Слышите? Блин, как хорошо он это звенит. Красота. Баратосик, что ли. Ну да, баратос. А до этого еще находил такую пряжечку. Ну, пряжечку, без кольку. И вот. Проверил ту зеленку, которая воздействует. Там ничего не хватало. Смешу вот это поле. И у меня вот тут первая находка. Какая-то непонятная штука. Скорее всего деталь, какой-то механизма. Медная. Вначале подумал печать. Потом смотрю тут какие-то... Какие-то приспособления. В общем, это... Что-то для меня непонятное. Но старое. Пока хожу по полю, собираю. Баратос уже штуки три нашел. И вот какая-то гнутая монета непонятная. Медная. Завернул ее так хорошо. Может, это, конечно, и не медная. Может, окислил серебро. Какой-нибудь. По размеру на полгрош похоже. Но, скорее всего, это грош медный. Станислава Понятовского. Ну, похожу здесь. Видите, тут по семнашке попадаются монеты. Так, опять какой-то кругляш вывалился. Смотрим. О, что-то уже поинтересней. Пока непонятно. Давайте я почищу и порассматриваю. Нет, это этот. Поздние советы. Скорее всего, по размерам. Трешечка. Гурт рубчатый. Поэтому это. Не будем на ней зацикливаться. Откинул вот такой ком. Почти штык. И еще немножко гопну. И вот у меня выскочила монетка. Затертая, гладкая. Но по размерам это как деньга. Анинская или Елизаветы. Не знаю. В общем, гладкая и сигналила хорошо. Вот так что. Как-то так. Вот закопаем. Потихоньку уже иду к машине. Холодно стало. И это. Потихоньку уже двигаюсь к машине. Потому что вот на том поле. Там уже и чьи-то следы были. Кто-то походил. Я лучше здесь побегаю по лужайке. Тут больше шансов. Все такое интересное. Очередная гладкая пуговица. Похоже, что была алоянная какая-то тяжеленькая. Ну вот такая вот находка. Ну и я вот этот холм проверю еще и не пойду к машине. Машина стоит. Первая находка с этого холмика это вот одна вторая копейки Николая II. Год я сейчас не рассмотрю. Может вам будет получше видно. Мне что-то вообще. Но она такая, видно уже. Поеденная. Поеденная временем. Я же говорю, день пуговица. Очередная пуга. Вот такая. Английская. Йо-хо-хо. И сохранчик такой классный. Пока. Опа. Почистим сейчас ее. Тут песочек такой на этом холмике. И вот. Получите, распишитесь. Красота. Ну не знаю уже. Конечно вечереет. Но я думаю вам видно. Вот такой вот. По девятнашке. Союзники что ли. Не знаю кто такие. Но. Английская пуга. Вот такой вот сохран. И ушка на месте. Такой классный сигнал был. Откопалось непонятно. Вот такая вот медная. Ну это классный такой кусок меди. Какой-то вот не знаю. Диск. Вернее какой-то. Обруч. Тяжеленький. Ну это видно тоже. Что-то от какой-то техники. Грамм 300. Весят. Это зачет. Цвет мед. Пойдет. Очередная находочка. Я уже вижу. Это. Копеечка Николая. Первого. Какой год я вам сейчас не скажу. Потому что. Потому что уже темнеет. Ну вот такая. Может сами рассмотрите. Вот. И с этой стороны герба. Я потихоньку дохаживаю этот холмик. Чтобы к нему уже потом не возвращаться. Вот. И потихоньку потихоньку выдергиваю мелкие монитосы рядовые. Вот так-то. Ну что. Добрался до машины. Сезон открыл. Вот. Находки есть. Давайте покажу что накопал. И так. Сезон можно сказать открыт. Находок много. Особо интересного ничего. Самое четкое считаю этот колокольчик. Вот. Ну и тут вот видите монеты. Монеты все рядовые. Очень много пуговиц в этот раз у меня. Смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь пуговиц. Вот. И девятый еще тут. Нет. Это не пуговица. Это какая-то монетогнутая. Ну вот. Такой вот у меня сегодня результат. Очень я доволен этому колокольчику. Хоть он и без языка. Но зато зачет. Классная вещь. Старость всех прошлых времен. Так что сезон открыт. Будем копать и дальше. Если будет погода позволять. Ну и надеяться. Что будут зачетные находки. Получи сегодняшних. Серебро да золото. А я с вами прощаюсь. Всем удачи. Пока. С вами был медалист. Где ты моя удача? В чем ты моя задача? Как сделать все иначе? Чем успокоюсь я?